Главный посыл конференции можно выразить одной фразой. Не природа без человека, а человек вместе с природой. Ее участники займутся поиском решений гармоничного сосуществования общества, экономики и экологии. Одно из направлений – дальнейшее развитие туристической индустрии Сочи. Нельзя не говорить о том, что город должен замереть. Он должен развиваться. Он может развиваться. Более того, я сторонник того, что развитие города – это не расширение города. Это развитие его внутри. И это возможно. Когда я рассказывал, что уже реализованы проекты, когда на одном гектаре строятся здания и парки. И площадь парков в три раза превышает площадь выделенного строительного пятна. Это реально. Это уже реально. Все новое, хорошо забытое старое. Так на конференции шла речь о том, что в 70-е годы у нас в стране была разработана, но не реализована практическая концепция так называемых градоэкологических каркасов городов. Формируются они на основе математических формул, что позволяет добиться четкого баланса между интересами общества, власти, бизнеса и экологии. Сегодня Сочи входит в число пяти городов, для которых создание этого каркаса – задача номер один. Что такое эти показатели? Эти показатели, они описывают здоровую среду. То есть здоровье человека. Потому что, конечно, цель любого излинения – это через комфортную среду подход к сохранению, как минимум к сохранению здоровья жителей. Не красота. Сочи как курорт, безусловно, должен в этом отношении стать образцом. Хотя бы потому, что природные ресурсы города являются главным его потенциалом. Для этого надо соблюдать баланс интересов жителей города, экономического роста и вопросов охраны природы. Мы сейчас активно поддерживаем позицию нашего президента на подготовку России к проведению в 2017 году года экологии и года особо охраняемой природной территории. И в этой части Сочи, конечно, является, безусловно, жемчужиной всей нашей страны. И, соответственно, развитие города Сочи в соответствии с экологическими науками, в соответствии с наиболее перспективными планами бизнеса и интересов города Сочи является нашим, в том числе, главным приоритетом. В результате будет разработана программа с учетом мнения специалистов, которую мы потом спокойно, у нас есть понимание с администрации города, края, мы спокойненько заводим структуры власти для того, чтобы совместно обеспечить экологическую безопасность при развитии нашего курорта. Как заверили организаторы, на конференции нет закрытых тем. Одна из них – расширение горного кластера, против которого возражают некоторые экологические организации, причем те, что финансируются из-за рубежа. Активисты экологической палаты России недоумевают, почему у этих экологов нет возражений, например, по поводу развития курорта в Альпах. А вот по поводу Красной Поляны реакция крайне нервная, вплоть до призывов к бойкоту Сочи. Участники конференции считают, что принцип при принятии решения по этому вопросу должен звучать так – нельзя все запрещать и нельзя все разрешать. Баланс между сохранением природно-культурного наследия и раскрытием туристического потенциала города не только может, но и должен быть найден. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».